Когалым, наряду со званием культурной столицы Югры, в минувшие выходные по праву заслужил звание столицы спортивной. В городе прошел целый ряд значимых событий мира спорта. Это говорит о том, наверное, что на уровне округа увидели наши положительные тенденции к развитию спорта. Мы к этому идем, мы к этому шли, стремились и вот достигли, наверное, этих результатов. Одним из таких стало первенство Ханты-Мансийского автономного округа по самбо, в котором приняли участие юноши и девушки 16-18 лет. Эти соревнования проводятся ежегодно для формирования сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа по борьбе самбо среди юношей и девушек 16-18 лет. То есть эта команда будет выступать и защищать наш флаг на первенстве Уральского федерального округа, который состоится в декабре в городе Челябинске. Последние 2-3 года у нас самбо по России идет вперед и вперед, и мы даже готовы помогать эти дела. И наши спортсмены, чемпионы мира и Европы уже попадают, и мы выигрываем, стараемся. 96 юношей и 25 девушек из 9 городов Югры боролись за право защищать спортивную честь округа на татаме Уральского первенства. Спортсмены признаются, что уровень подготовки соперников достойный. Каждая победа далась нелегко. Соперницы вообще хорошие девчонки. Они борются на уровне УРФО. Даже на уровне России все умнички просто. Тяжело уже на уровне города бороться. Так что все молодцы. Секрет победы в непростых схватках здесь у каждого свой. Но поддержка бесценно для всех. Я все слышу. Иногда, конечно, слышу только тренера, и это очень помогает. И поддержка от подруги, которая тоже стала призованием. В каких-то моментах тяжело, но все равно, когда результат оправдывается, то ничего лучше быть не может. По итогам соревнований коголымские спортсменки в этот раз показали особенно хорошие результаты. Пять призовых мест в различных весовых категориях. Это Анастасия Алинык, Виктория и Александра Вышиванны, Регина Ибрагимова и Виктория Качанова. Среди парней второе место получил коголымчанин Иван Герасим. Мы заметили, что с каждым годом мы все время, у нас больше становится победителей и призеров, и больше людей. Делать, ну, мальчиков и девочек отбираются на первенство УРФО. То есть с каждым годом все время увеличивается. Хотелось бы, чтобы все время это было больше. Впереди у ребят усиленные тренировки и серьезная подготовка к первенству Уральского федерального округа. Олеся Дементьева, Михаил Суханов, Наши города.